здравствуйте я педагог дворца творчества преображенский танцевально-спортивного ансамбля акварель элиасова и смиральда носировна и сегодня я представлю вам комплекс упражнений с мячом для развития координации и для лучшего ощущения собственного тела для начала необходимо выполнить легкие разминочные упражнения мяч вращаем между кистями рук ноги по шестой позиции выполняет пружинку и 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 следующее упражнение ноги вскакивают по шестой на ролеве мяч прямых руках перед собой с одновременным подбросом на кисти и обратно в ладошки и 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 следующее упражнение балансировка мяча выполнять следует статично 10 секунд ноги на ширине плеч спина должна быть прямая глава чуть-чуть приподнята руки в стороны следующее упражнение кат мяча по ногам на корпус и обратно исходное положение сет ноги впереди прямые мяч на голени упираемся сзади на руки чтобы было нам удобно корпус желательно оставлять прямой ноги поднимаем аккуратно опускаем и можно притормозить подняв стопы на себя чтобы мячик у нас не накатился ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующее упражнение с мячом будет на развитие стоп. Для этого исходное положение у нас. Мы садимся на пальцы, ручки у нас сзади, помогают нам не упасть. Мяч кладем прямо в середину. Держим в ногах пятки вместе. И далее делаем 10 раз поднимание, выпрямление корпуса и обратно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Десять раз делали, и дальше можно 10 секунд в этом положении остаться. Главное, чтобы мячик у нас не упал, и ноги были правильно поставлены. Обязательно держите пятки и подъемы вместе. После того, как мы хорошенько разработали наши стопы, необходимо закрепить данный результат следующим упражнением. Встаем на колени, ножки вместе и натягиваем стопы максимально сильно. Мяч кладем прямо вот так. Так, чтобы мячик не упал. 10 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Обратите внимание, пальцы с пола подняты. Если мяч не удерживается, ничего страшного, есть к чему стремиться. Далее мы постепенно переходим к растяжке. И для того, чтобы она была более эффективной, нам поможет мяч. Садимся вниз, вытягиваем правую ножку вперед. Левую сгибаем, пока она у нас здесь. Для эффективности мяч кладем под пятку для возвышения. Выправляем стопы, натягиваем. Руками обхватываем стопу впереди и прижимаемся к ноге с животом и грудной клеткой. Ни в коем случае не сутулимся, и голова у нас не уходит вниз. Она смотрит у нас вперед. Задержаться в этом положении 10 секунд. Далее можно передохнуть. И для еще большей эффективности поднять стопу впереди на себя. И прижаться тоже секунд на 10. И то же самое мы проделаем с другой ногой. И усложняем. Дальше у нас последует выпад в сторону с переходами для разминки поперечного шпагата. Исходным положением мы садимся на выворотную стопу. Колено стараемся отвести в сторону. Свободная нога натянутая. Корпус при этом прямой, спина прямая. Руки перед собой удерживают мяч. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Обязательно обратите внимание, что после перехода с одной ноги на другую необходимо успевать натягивать красивую ногу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Далее у нас пойдут выпады с правой и с левой ноги. Эти упражнения обеспечивают плавным переходом к растяжке, а также укрепляют мышцы ног. Садимся так, чтобы правая нога уходила вниз под углом 90 градусов. Задняя нога была максимально натянута. Спина прямая, удержание, десять инку. И то же самое с другой ножки. Далее мы переходим непосредственно к растяжке, и для ее эффективности нам поможет мяч. Садимся на поперечный шпагат. Ноги ровно развернуть. Наклон в сторону. Мячик от одной ноги, катим в другую. Десять раз туда-обратно. Руки стараемся держать прямые, особенно та, которая у нас встается свободной. И следующее упражнение, точно тоже в поперечном шпагате. Теперь мы берем мяч, выпрямляем его наверх и выполняем цельные наклоны корпусом. Удерживаем мяч наверху. Руки желательно оставлять прямые. В сторону. Обратно. И в другую. Руки желательно. Следующее упражнение – уголок для укрепления мышц пресса и бедер. Для того, чтобы оно было более эффективным, мы будем использовать мяч. Мы удерживаем его между ног. Для этого кладем между стопами. Для начала необходимо упереться на руки сзади, чтобы нам было удобно принять положение. Потихоньку поднять. И руки в сторону 10 секунд. Следующее упражнение поможет нам развить гибкость позвоночника. И улучшить координацию, в особенности в ногах. Для этого мяч остается также между стоп. И мы закидываем ноги за голову. Продолжение следует... Главное – без резких движений. Все должно быть комфортно, умеренно. И главное – удержать мяч, не уронив его. Следующее упражнение – всем нам известный мост. И для его эффективности, и для того, чтобы немножко усложнить упражнение, и для развития координации мы будем использовать мяч. Необходимо лечь на спину, ноги на шпине, плеч согнуты, руки в стороны. Во время поднимания моста мячик необходимо прокатить под спиной. И поймать его другой рукой. Это упражнение желательно делать без лишних рыбков. Задерживаем мост наверху, но при этом стараться все-таки не зависать на долгом катании мяча. Повторить кат мяча 10 раз. Далее мы будем разрабатывать мышцы наших ног. Для этого садимся вниз, ведь обнимем ноги перед собой. Спину чуть-чуть совсем назад, но очень важно, чтобы корпус и спина были прямые. Руки в стороны, мяч удерживаем в одной из рук. Поднимаем правую ногу и передаем мяч. Затем левую обратно и снова возвращаемся в исходное положение. Ноги тоже поднимать прямые. Следующее упражнение непосредственно на пресс. Мы садимся вниз, ноги у нас вперед вытянуты на ширине плеч. Мячик наверху. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В этом упражнении самое главное, когда вы поднимаетесь наверх, что с мячом, что без, обязательно выпрямляйте спину. Если мячик вдруг укатывается, ничего страшного. Можно всегда его поправить и сделать складочку вперед. Далее мы немножко усложним. Упражнение будет немного сложное. Выполняется следующим образом. Мячик кладем вниз и прямо ложимся на него. Немного округлив спину. Руки в стороны. Ноги у нас тоже на пальцах. Потому что не забываем, стопы у нас всегда должны быть разработаны и натянуты. Делаем следующее движение. Правой ногой вытягиваем наверх. Далее в сторону. Далее параллельно полу. И закрываем ее. Левая нога вверх. В сторону. Параллельно полу. И возвращаем. Выполнять упражнение необходимо медленно. Напрягаем мышцы изнутри. Следующее упражнение. Мячик мы зажимаем согнутым коленом. Встаем вперед. Упор на руки. Чуть приподнимаем ножку. И делаем следующее упражнение. Мяч должен быть удобно. Как следует закреплен ногой. То есть изнутри мы статично постоянно сгибаем ногу. Лишь бы у нас мячик не укатился. Делаем следующее упражнение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сделать так 10 раз. После 10 раз задержаться наверху. На 10 секунд. Спина должна быть в прогибе. И то же самое повторить с левой ногой. Для завершения работы с мячом я предлагаю немножко усложнить наш комплекс и отработать, или кто уже умеет закрепить, каты с мячом. А самый базовый кат – это кат с возвратом. То есть мы берем мяч, он у нас должен обхватиться ладошкой и всегда должен быть свободным. То есть ни в коем случае не зажимать его рукой, предплечьем. Рука перед собой. И изнутри она должна быть полностью напряжена, чтобы мячик смог плавно покатиться. То есть не нужно далеко катать куда-то на спину, или чтобы мячик совсем укатился. То есть довести его до плечевого сустава. Рука всегда должна быть прямая. И обратите внимание, по мере того, как мяч катится ко мне, я руку немножко опускала. Как только он возвращается, мы руку возвращаем в исходное положение. Далее, после базового ката, предлагаю вам научиться или, опять-таки, закрепить следующий кат впереди по рукам. Для этого, чтобы... Этот кат, он, в принципе, сложноватый, конечно, для новичков. И поэтому предлагаю для начала проделать по 10 раз наводящих упражнений. И для начала взять мяч в удобную для вас руку. И всегда помните, пожалуйста, что руки должны быть прямые. То есть наводящие упражнения номер один. Мяч снова перед собой. Он снова не зажимается. Рука прямая. И можно вторую руку поставить как бы для подстраховки, для того, чтобы принять его. Раз. И голову убрать. И снова на себя. Оп. И убрать. И наводящие упражнение номер два. То есть мы теперь на ту руку, которая у нас как бы идет продолжение ката с мячом, мы, наоборот, отталкиваем от себя ладошку другой руки. И снова раз. Два. То есть когда мячик у нас с одной руки переходит в другую, вот этот переход, здесь важно немножко убрать голову назад и открыть грудную клетку. И тогда он спокойно прокатится дальше. И все получится. Сегодня мы проделали комплекс упражнений с мячом. На разминку, на растяжки, на укрепление мышц, на развитие координации. Надеюсь, вам очень понравилось. Занимайтесь дома, не теряйте форму. Берегите себя. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok